Тайна существует только для того, чтобы быть раскрытой. Так говорил французский философ Жиль де Лёс. И если вы с ним согласны, давайте раскрывать тайны прямо сейчас. Меня зовут Олег Шишкин. В эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе. Растения-шпионы. Учёные научили деревья собирать досье на противника. Что можно узнать с помощью травы и кустарников? И как превратить обычный цветок в оружие? Это может быть самое настоящее оружие массового поражения. Область применения растений-убийц практически безгранична. Самый опасный остров планеты. На Кимада-Гранди на один квадратный метр приходится пять ядовитых змей. На что способны эти рептилии? И что случилось с единственной семьёй, жившей на острове? Когда они заселились в дом, прямо на следующую ночь на них напали полчища змей. Ядовитая вода. Исследователи считают, что фтор опасен для здоровья. Зачем это вещество добавляют в зубную пасту и питьевую воду? Фтор может воздействовать на центры нервной системы. Под влиянием фтора шишковидная железа как бы усыхает. Перестаёт вырабатывать необходимое количество гормонов. Гигантские крысы и неизвестные рыбы-мутанты. Кто живёт в подвалах и канализациях мегаполисов? И откуда взялись эти чудовища? Мутация в этом плане может быть. Потому что вот вам пища, вот вам остатки пищи, а вот вам органика, фекалий, где можно прятаться и всё остальное. У самого синего моря. Исследователи считают, что Иван Айвазовский был британским шпионом. Какие доказательства есть у учёных? Мог ли великий художник быть изменником Родины? И писал, и хвастался друзьям, что мне любые чертежи корабля уже на стадии закладки присылают. Люди в чёрном существуют. Уфологи утверждают, что секретные спецслужбы скрывают тайну НЛО. Кто руководит загадочным отделом? И существует ли знаменитый аппарат, стирающий память? Люди в чёрном – это не совсем люди. Они напоминают людей. Но по своей природе это очень странные существа. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В Великобритании огромные крысы, более полуметра, нападают на дома. Грызуны из канализации пробираются в жильё, прогрызая себе ходы в полу. По словам пострадавших домовладельцев, животные совсем не боятся людей и даже могут напасть на человека. Но откуда взялись эти монстры? Кто обитает в подвалах и канализациях мегаполисов? И чем опасны эти существа? Первый случай атаки крысы-мутанта зафиксировали в Лондоне. Жертвами почти метрового грызуна стали дети, игравшие на площадке. Во второй раз гигантскую крысу 60 сантиметров в городе Гримсбе графство Линкольншир поймал специалист службы по борьбе с вредителями Спенсер Харрис. Но откуда в Британии взялись грызуны такого размера? Мутация в этом плане может быть. Потому что вот вам пища, вот вам остатки пищи, а вот вам органика, фекалии, где можно прятаться и все остальное. Мы там действительно увидели вот таких крыс, которые там бегают. А в московских подземных реках гиггеры обнаружили новые виды рыб. Из-за причудливой формы они прозвали их мопсами, по аналогии с известной породой собак. Исследователи считают, что эти существа появились в коллекторах только благодаря человеку. Потому что когда, скажем, какое-то подземное существо живет в теплых сточных водах, то обилие пищи заставляет его, ну, по примеру, кита пропускать через себя какой-то планктон. И поэтому вот эта вот уширенная и деформировавшаяся челюсть, она помогает таким образом обнаруживать большее количество пищи в сточных водах. Рыбы-мутанты и гигантские грызуны. По словам ученых, на самом деле химические вещества, попадающие в сточные воды вместе с отходами, могут вызывать куда более жуткие мутации. Диггеры утверждают, в столичных катакомбах им приходилось встречать настоящих монстров. Мы увидели очень странное явление. Значит, в потоке воды плывет какой-то фосфорицирующий объект. Небольшой, но, как нам показалось, около 20 сантиметров длиною. Этот предмет развернулся и ушел обратно в магистральный коллектор против течения. Вот это, конечно, удивительно. Даниил уверен, увиденное им не обман зрения. В этом месте у подземной реки очень сильное течение. Никакая рыба не смогла бы проплыть против него. Тогда кто же это был? Ученые не скрывают, городские подземелья – это огромный инкубатор. Здесь круглый год поддерживается комфортная температура и всегда много пищи. В такой среде и в этом бульоне могут возникать самые невероятные формы жизни. Мы подходили, безусловно, к этим трубам, отбирали пробы воды. Да, действительно, вода была не самая чистая, это безусловно. Когда начали опрашивать свидетелей рыбаков, мы слышали про такие мутации, скажем так, рыбы в Москве-реке. Недавно московские диггеры решили провести эксперимент. Небольшую камеру установили на самодельный плод и пустили по течению одной из подземных рек столицы. Чтобы вернуть устройство, к нему привязали веревку. И в какой-то момент веревка просто повисла. А это был трос толщиной альпинистская веревка. То есть она на рывок должна выдерживать около 500 килограмм. И когда мы вытащили обратно на лебедке нашу веревку, мы увидели, что она аккуратно срезана. То есть если бы она была оборвана, это был бы разлохмаченный кончик. По словам Даниила, даже если бы трос оборвался, течением реки плод с установленной на нем камерой должно было вынести навстречу группе, дежурившей у следующего стока колодца. Но гаджет так и не появился. По мнению диггеров, кто-то просто не захотел, чтобы эту запись увидели. Но кому могло помешать, казалось бы, безобидное исследование? Ряд ученых считает, что за годы сбрасывания различных химических веществ в канализацию в ней вполне могли появиться неизвестные науке существа. Кстати, те же самые крысы в Британии не только сильно прибавили в весе. Оказалось, они стали намного умнее своих собратьев. И главное, крысиные яды на них больше не действуют. Пять тысяч ядовитых змей на одном клочке Земли. Эксперты включили бразильский остров Кеймада-Гранди в список самых опасных мест планеты. Власти даже закрыли территорию для посещения. Теперь это самый большой природный серпентарий в мире. Здесь на один квадратный метр примерно пять ядовитых рептилий. Но как все эти змеи оказались в одном месте, да еще и в таком количестве? И что случилось с единственной семьей, жившей на острове? На местном диалекте название Кеймада-Гранди означает «остров золотой змеи». Действительно, по словам серпентологов, эта золотистая рептилия здесь практически полноправный хозяин. Кроме жарараки, так змею называют в народе, на этой земле живут лишь лягушки и мелкие ящерицы. Официально этот вид называется копьеголовый островной батропс. Эта резвая змейка – одно из самых ядовитых существ планеты. Ее относят к классу гадюк. Многие из них используют маскировку, чтобы спрятаться от своей жертвы, когда она появится. Затем они могут нанести удар и схватить добычу. В целом, у них довольно много разных способов охоты. На острове у батропсов нет природных врагов, поэтому за короткий срок рептилии полностью захватили всю территорию и продолжают активно размножаться. Одна самка может произвести на свет до 50 особей за год. Самцы, конечно, у них гораздо мельче, самки крупнее. Это у змеи, как основное правило. Потому что самка должна яйца в себе носить или живогнетенышей. В силу этого она должна иметь больше объема, больше жизненных сил в себе. Но как эти рептилии оказались на острове? Считается, что когда-то остров был соединен с материком узким перешейком, по которому змеи мигрировали. И вот, как мы видим, оказались на острове. А на самом континенте люди активно истребляли опасных тварей, поджигали джунгли, осушали болота. Вот так постепенно островной батропс стал даже вымирающим видом. По словам исследователей, свой остров змеи защищают не на жизнь, а на смерть. Так, в 19 веке одна из компаний Сан-Паулу собиралась превратить эту землю в банановые плантации. Территорию решили очистить от рептилий. Со змеями долго боролись. Очень много людей погибло. В результате смогли очистить только маленький клочок земли. Тот, где сегодня стоит маяк. Затею с банановыми полями забросили. Никто из рабочих даже за хорошие деньги не хотел ехать на этот остров. Этот маяк стоит на острове и сегодня. Правда, смотрителя в нем нет. Первые три работника погибли от укусов змей. С тех пор никто не соглашался занять их место. Недавно маяк автоматизировали. Теперь им управляют с материка. До сих пор местные жители рассказывают легенду о смерти последнего смотрителя его семьи. Якобы, когда они заселились в дом, прямо на следующую ночь на них напали полчища змей. Все погибли. Маяк перестал подавать сигналы, и к острову было направлено военное судно, чтобы выяснить причины. Моряки нашли возле леса лишь бездыханные тела членов семьи. А на самом маяке обнаружили сотни змей. По одной из версий, после этого случая власти решили полностью истребить ядовитых рептилий. Якобы на остров был отправлен специальный отряд. Змееборцев одели в защитные костюмы, сделанные из плотной резины. Они должны были спасти от укусов. Но и эта операция закончилась провалом. Считается, именно после этого случая власти Сан-Паулу запретили посещать остров. Сегодня здесь бывают только исследователи-серпентологи, которые ведут наблюдения за исчезающим видом ядовитых рептилий. Там на дереве чуть не комками висят. Это, скорее всего, период размножения, когда самцы, которых немного, да, но все равно собираются к самкам, самки концентрируются. Это уникальное место, почему им герпетологи очень плотно и занимаются. Однако, закрыв доступ на самый опасный остров планеты, власти Бразилии продолжают зарабатывать на нем. Это место пользуется большим спросом у туристов. Поэтому за хорошие деньги гиды организуют водные прогулки к Кима-де-Гранди. На лодке людей подвозят к каменистому берегу, где клубки змей покрывают все прибрежные камни. Далее в программе. Ядовитая вода. Исследователи считают, что фтор опасен для здоровья. Зачем это вещество добавляют в зубную пасту и питьевую воду? Фтор может воздействовать на центры нервной системы, под влиянием фтора. Шишковидная железа как бы усыхает, перестает вырабатывать необходимое количество гормонов. Растения-шпионы. Ученые научили деревья собирать досья на противника. Что можно узнать с помощью травы и кустарников? И как превратить обычный цветок в оружие? Это может быть самое настоящее оружие массового поражения. Область применения растений-убийц практически безгранична. У самого синего моря. Исследователи считают, что Иван Айвазовский был британским шпионом. Какие доказательства есть у ученых? Мог ли великий художник быть изменником Родины? И писал, и хвастался друзьям, что мне любые чертежи корабля уже на стадии закладки присылали. Люди в черном существуют. Уфологи утверждают, что секретные спецслужбы скрывают тайну НЛО. Кто руководит загадочным отделом? И существует ли знаменитый аппарат, стирающий память? Люди в черном – это не совсем люди. Они напоминают людей. Но по своей природе это очень странные существа. Католическая святыня или храм сатаны? Эксперты предполагают, что французский остров Монсен-Мишель проклят. Почему паломники гибнут на пути к храму Архангела Михаила? В его скалах находится достаточно большое количество могил, многие из которых даже до сих пор не найдены. Врата в преисподнюю. Франческо Арсини создал парк монстров в память об умершей жене. Зачем итальянцу понадобились статуи чудовищ и храм бога смерти? Неудивительно, что парк, наполненный настолько колоритными персонажами, должен был иметь определенные отсылки к тому свету. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Ученые научили растения находить полезные ископаемые. Миф о богатствах, якобы зарытых в зарослях цветущего папоротника, оказался реальностью. Правда, исследователи рекомендуют искать не мифический цветок, а просто обращать внимание на районы, где этих растений особенно много. Скорее всего, там находятся залежи магния. Что можно узнать с помощью деревьев и кустарников? И как растения-мутанты могут уничтожить все человечество? Пентагон запустил программу улучшенной технологии растениеводства. Создатели проекта утверждают, что с ее помощью можно превратить привычные растения в супершпионов. Такие модифицированные растения будут указывать, например, на уровень загрязнения воздуха, воды, почвы, на наличие химикатов, электромагнитного излучения и так далее. Высадив эти растения на территории противника, можно по снимкам со спутника выяснить, где у него секретные заводы и лаборатории, правительственные убежища и пункты управления, где стоят войска. Ученые уверены, с помощью растений можно найти абсолютно все. Жолото, серебро, нефть, алмазы. Главное знать, что искать. Например, если размер растения больше обычного, а его листья имеют красно-бурый или черный оттенок, значит, эта земля богата медной рудой. Хорошие урожаи кукурузы говорят о золотых жилах. А над алмазными россыпями всегда буйная растительность. Правда, чтобы эти изменения стали действительно заметными, надо немного подправить гены самих растений. Если добавить определенные чувствительные химические элементы в состав растения, будь то прививка, будь то генетическое изменение растения, то оно действительно будет маленькой антенкой, с которой можно будет считать информацию об окружающем мире. Оказывается, трава, деревья и кусты рядом с вашим домом и даже любимые цветы на окне – все это потенциальные шпионы. Любой человек оставляет вокруг себя так называемые биологические следы, отражающиеся на растениях. С помощью спектрального и биологического анализа небольшого кусочка растения ученые могут получить о человеке даже самую личную информацию. Любой ваш домашний цветок может быть на самом деле большим ухом большого брата. Травинка, которая выросла на крыше вашего дома, тоже может передавать информацию о вашей личной интимной жизни, когда какой-то человек в погонах будет знать, когда вы пошли в ванну, когда вы зашли в санузел, когда вы оттуда вышли и чем именно вы занимались с пальмой. Но самое страшное – с помощью генно-модифицированных растений можно не только добывать ценные сведения. Это биологическое оружие, способное уничтожить планету. Это может быть самое настоящее оружие массового поражения. Самый простой пример – это растения, которые распространяют споры. Споры могут сразу же являться ядовитым. То есть область применения растений-убийц практически безгранична. Совершенно простая технология, которая нуждается только в том, чтобы доставить семена на необходимую территорию. По словам биологов, растения не так уж безобидны, как кажутся. Не исключено, что если температура на земле повысится, а почва обеднеет, многие из них превратятся в жестоких хищников. Более того, такие растения уже существуют. Люди в черном существуют. Свидетели так называемых контактов с инопланетными объектами утверждают, что после встреч с НЛО к ним приходили спецагенты неизвестной службы. Якобы они настоятельно убеждали очевидцев не рассказывать об увиденном. Уфологи уверены, так называемые люди в черном не миф. Но если это правда, то кому подчиняется эта секретная служба и какие цели преследуют? Существует ли на самом деле знаменитый прибор, стирающий память? И что связывает этих людей с загадочными смертями уфологов? Июнь 1947 года. В небе над городом Розуэлл, штат Нью-Мексико, взорвался неопознанный летающий объект. По официальной версии, это был метеозонд. Однако уфологи уверены, что в деле замешано НЛО. Единственный очевидец крушения, житель Розуэлла по имени Гэрольд Долфик, утверждал, что видел своими глазами несколько дискообразных предметов в небе. Он уверен, пришельцы были настроены воинственно. Гэрольд также говорил, что эти летающие тарелки заживо сожгли его собаку. И даже чуть не убили его сына. Это было ужасно. И он никому об этом не рассказал, потому что понятия не имел, что вообще произошло. По словам Гэрольда, вскоре после случившегося к нему пришли двое крупных мужчин в черной одежде. Незнакомцы представились агентами некой спецслужбы и посоветовали Долфигу забыть об увиденном. Ему объяснили, если он расскажет эту историю другим людям, то у него и его семьи будет много проблем. А именно, его семья просто исчезнет. О подобных визитах загадочных людей в черном рассказывали многие очевидцы НЛО. В апреле 1952 года журналист Альберт Бендер решил выяснить, кто эти люди на самом деле. И какие цели они преследуют. Бендер открыл международное бюро по исследованию так называемых летающих тарелок. Он даже выпустил собственный журнал об аномальных явлениях, чтобы привлечь внимание неизвестных спецслужб. Люди в черном – это не совсем люди. Они напоминают людей. Но по своей природе это очень странные существа. У них есть определенные способности. Они обладают сверхсилой. Они появляются каждый раз, когда происходит контакт с НЛО. Но неужели такое возможно? Альфред Лабремон утверждает, что лично встречался с таинственными агентами. Это было в зале ожидания аэропорта. Они хотели меня похитить. Я сражался с ними своей теннисной ракеткой. Меня так просто не возьмешь. Я не позволю каким-то парням в черном победить меня. Уфологи считают, что люди в черном – это представители секретной организации «Маджестик-12», существование которой не доказано. По словам исследователей, она была создана после Розвольльского инцидента. И занимается организация зачисткой информации об НЛО. Они хотят превратить Землю в планету роботов и искусственного интеллекта. Поэтому мы и наблюдаем, как в современном мире усиливается и становится все более популярная роботизация. Возможно, у них есть еще какие-то цели. Но мы этого не знаем. Многих моих коллег – уфологов – просто убили. Исследователи говорят, что тех, кто знает слишком много, загадочные люди в черном просто устраняют. Случайных очевидцев лишают памяти. Но как они это делают? В это сложно поверить, но, по словам специалистов, знаменитый прибор из фантастического фильма существует. Он действительно называется интегратор памяти. Якобы с его помощью можно стереть любые воспоминания. Все как в кино. Яркая вспышка. И вы, пришельцев, никогда не видели. НЛО действительно полно. Это летательные аппараты подводной цивилизации Земли. Некоторые только прилетают с Луны. А память стереть? Проблем нет. Даже наши специалисты, врачи научились тоже. Сторонники гипотезы утверждают, агенты в черном часто появляются в местах крупных катастроф и военных конфликтов. Например, их видели во время теракта 11 сентября. Согласно рассекреченным архивам ЦРУ, в 1978 году на базе агентства действительно был создан специальный комитет – НИКАП. В его задачи входило отслеживание и изучение неопознанных летающих объектов. Отдел состоял из четырех ученых-физиков, 13 инженеров, трех профессоров колледжа, 13 специалистов, включая доктора, техника, компьютерного программиста, а также пяти летчиков. Бюджет исследований измерялся миллионами долларов. А мне это нравится. Вы думали, что голливудский фильм «Люди в черном» режиссера Барри Зоненфельда – это всего лишь пародия на спецслужбы? Но истина оказалась где-то рядом. Далее в программе. Ядовитая вода. Исследователи считают, что фтор опасен для здоровья. Зачем это вещество добавляют в зубную пасту и питьевую воду? Фтор может воздействовать на центры нервной системы под влиянием фтора. Шишковидная железа как бы усыхает, перестает вырабатывать необходимое количество гормонов. У самого синего моря. Исследователи считают, что Иван Айвазовский был британским шпионом. Какие доказательства есть у ученых? Мог ли великий художник быть изменником Родины? И писал, и хвастался друзьям, что мне любые чертежи корабля уже на стадии закладки присылают. Католическая святыня или храм сатаны? Эксперты предполагают, что французский остров Мон-Сен-Мишель проклят. Почему паломники гибнут на пути к храму Архангела Михаила? В его скалах находится достаточно большое количество могил, многие из которых даже до сих пор не найдены. Врата в преисподнюю. Франческо Арсини создал парк монстров в память об умершей жене. Зачем итальянцу понадобились статуи чудовищ и храм бога смерти? Неудивительно, что парк, наполненный столь колоритными персонажами, должен был иметь определенные отсылки к тому свету. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Во Франции, в городе Сен-Леонард, состоялась премьера иммерсионного спектакля «Дом человека», который рисовал море, посвященного жизни русского мариниста Ивана Айвазовского. Работы Айвазовского выставляются во всех крупнейших галереях планеты. Небольшая коллекция есть даже в знаменитом музее Ватикана. Недавно ряд исследователей сделали сенсационное заявление. Великий художник был английским шпионом. Но ради чего русский живописец мог предать родину? Почему первая жена Айвазовского рассталась с ним после Крымской войны? И как на самом деле гений-маринист заработал свое состояние? Черед на выставку полотен в Третьяковской галерее на Крымском валу потрясла журналистам. Билеты в музей были распроданы на месяцы вперед. Любители искусства специально приезжали в столицу, чтобы увидеть картины художника. Он создал более 6 тысяч полотен. Его талант признали при жизни, а спрос на картины опережал предложение. Иван Айвазовский – самый знаменитый маринист русской школы живописи. Но недавно ряд исследователей сделал сенсационное заявление. Великий художник был британским шпионом. Когда мы читаем биографию Ивана Константиновича Айвазовского, мы удивляемся одному очень интересному моменту. Почему так рано к нему пришла не просто всероссийская известность, а еще и огромные чины. 27-летнего юношу, ничем себя безумно таким не зарекомендовавшего, вдруг он становится живописцем главного морского штаба. Это очень была высокая должность. Практически это была адмиральская должность. Но если продвижению в карьере Айвазовского действительно помогали англичане, то что они получали взамен? Какие сведения живописец мог передать за границу? По мнению авторов гипотезы, Айвазовский сообщал топографические данные стратегических морских объектов. Но самое удивительное, якобы он делал это с помощью картин. На полотнах художника – Феодосия, Севастополь, Ялта, Санкт-Петербург. Перед Крымской войной для англичан информация о береговой линии этих городов была особенно важна. И не зря они смогли высадить десант в том месте, в котором русские их не ждали. Самое ведь сложное было при перевесе численным русских войск в Крыму высадить десант. И англичане нашли нужные ущелья. Но каким образом художник наладил контакт с англичанами? Исследователи предполагают, что в этом ему помогла семья графа Воронцова. Отец Воронцова вообще в Англии жил и умер. А сестра Воронцова была матерью английского военного министра. В том числе и во время Крымской войны. Соответственно, вот этот весь огромный семейный клубок, который был завязан на Англию. И думаю, что это его фантастический карьерный взлет, фантастический молодого человека, произошел в том числе благодаря вот этим его английским связям. Невероятно! Но даже первая жена Айвазовского была англичанкой. Юлия Гревс – дочь штабс-капитана, находившегося на русской службе. Художник познакомился с ней в Петербурге, где она работала гувернанткой. После свадьбы молодожены отправились в Феодосию, откуда практически не выезжали. Однако по завершении Крымской войны супруги расстались. Было четверо дочерей, между прочим. То есть в браке были дети, они прожили вместе 12 лет. А потом они вдруг разошлись. Причем, что называется, в никуда. Что произошло? Может быть, просто брак этот был, что называется, по расчету? И может быть, эта жена англичанка где-то осуществляла какую-то связь со своей исторической родиной? Исследователи отмечают, во время Крымской войны Айвазовский не покидал Крым. В Севастополе он писал морские баталии до тех пор, пока сам генерал Корнилов не приказал вывести художника из опасной зоны. Картины Айвазовского, да, тут надо признать, они, конечно, отличаются от многих других живописцев тем, что он всегда стремился передавать местность реально. То есть это были реальные изображения, по которым можно было, как сказать, делать какие-то выводы. И вплоть до того, что даже расстояния были между объектами, там были выверены масштабы и так далее. Это да. Исследователи отмечают, во время наступления топография имеет ключевое значение. Например, в советские годы общедоступные карты специально выпускались с небольшой погрешностью, чтобы предполагаемый противник не мог их использовать. На картинах Айвазовского – маяки, склады, бухты, пристани кораблей, бастионы и огневые точки. Но если художник и правда был шпионом, то куда же смотрела русская контрразведка? Если мы говорим про то, насколько вообще военные объекты охранялись в 19 веке, то мы должны с огорчением сказать, что современного понятия охраны, когда кроме часового, который там с ружьем стоит и говорит с той, кто идет, стрелять будет, ничего другого и не было. Эксперты утверждают, лучшего шпиона, чем Айвазовский, британцам было не найти. Он писал картины с невероятной скоростью от двух часов до двух дней и обладал уникальной памятью. А главное, у него был доступ к самой секретной информации. Он, кроме всего прочего, получал всю основную информацию про российские корабли. Просто по штату. Было положено. И он сам об этом и писал, и хвастался друзьям, что мне любые чертежи корабля уже на стадии закладки присылают. То есть он имел всю информацию. Более того, если он какую-то информацию не имел, он мог просто зайти в любой высокий кабинет в Адмиралтействе и эту информацию получить. Но неужели Айвазовский на самом деле предал родину ради английской короны? Какие мотивы могли быть у художника? В начале карьеры у Айвазовского едва хватало денег на еду. На стажировке в Венеции он писал картины за батон колбасы. В Италии он заметил, что морские пейзажи продаются гораздо лучше натюрмортов и портретов. Там же, по версии исследователей, его завербовали английские спецслужбы. Однако многие специалисты считают эту версию абсурдом. Это был очень мощный, современным языком говоря, бизнес-проект, который работал вначале для того, чтобы создать имя, а затем уже за счет имени зарабатывались очень-то серьезные деньги. Историки отмечают, если Айвазовский был шпионом и предал Россию ради денег, то почему после войны он не уехал за границу? До последнего дня он жил в своей усадьбе в родном Крыму, а большую часть состояния художник вложил в российскую науку, а именно в археологические раскопки в окрестностях Феодосии. Гюниаль Юэ, мэр нормандского города Авранша, потребовал власти французской провинции Британь удалить с туристических карт региона скалистый остров Монсен-Мишель. За право обладать этой территорией провинции Нормандия и Британь спорят несколько сотен лет. Но чем так привлекателен этот остров? Монсен-Мишель ежегодно посещают тысячи верующих. Здесь находится одна из важнейших католических святынь – храм Архангела Михаила. По легенде, Архангел сам обратился к святому Аберу, епископу Авранша, с просьбой построить на острове церковь. Однако есть и другое предание. Ряд исследователей утверждает – этот храм – прибежище самого сатаны. Но как такое возможно? И почему по дороге к святыне ежегодно гибнут десятки паломников? Прикоснуться к мощам святого Абера, епископа Авранша, приезжают католики со всего мира. Считается, сам Архангел Михаил наказал священнику построить здесь храм. По легенде, Михаил трижды являлся епископу, но Абер не поверил видению. В конечном итоге, для того, чтобы развеять грань между сном и явью, по легенде, Архангел Михаил своими перстами прижег лоб этого монаха. И когда тот уже проснулся, увидел у себя обожженную рану, он немедленно организовал строительство этой часовни, и эта часовня стоит до сих пор. Однако об этой часовне есть и другая легенда. Якобы храм, построенный на острове Мон-Сен-Мишель, на самом деле творение сатаны. Очень древние легенды о борьбе Архангела Михаила с сатаной в принципе. Когда они пришли к Богу и сказали, хочу этот остров, а Бог сказал, ну кто построит храм красивее, лучшее, величественнее, тот этот остров и заберет себе. После чего было построено два храма, причем один из них это был храм сатаны, и по легенде храм сатаны остался, а храм Архангела Михаила был настолько прекрасен, что он не сохранился, и его ангела забрали на небо. Но если верить этому мифу, то получается, что тысячи католиков ежедневно стремятся на Мон-Сен-Мишель, чтобы войти в храм самого дьявола? Мистики считают, что остров защищает древнеязыческий заговор. Именно поэтому веками по дороге к святыне гибли паломники. Паломники при своих путешествиях на остров действительно погибали, причем это было связано опять с буйством стихии, сильные волны, внезапный шторм, и действительно очень многие оставались именно на этом острове. Эзотерики утверждают, этот остров пропитан темной энергией. Якобы здесь было место жертвоприношений древним богам. Они предполагают, что тут могло находиться языческое капище. Там проводилось очень много обрядов языческих на праздники, поэтому это место еще и не намоленное, а, скажем так, заряженное. Поэтому оно излучает такие мистические вибрации. По словам археологов, здесь действительно находилось древнее языческое капище. Правда, предположительно, это место было святыней друидов, поклонявшихся духом природы. Они не приносили кровавых жертв своим богам и чаще всего жили отшельниками. Вот, собственно, в его скалах находится достаточно большое количество могил, многие из которых даже до сих пор не найдены. На этом острове много захоронений. Там начали хоронить тех же самых друидов, их верховных жрецов, там начали хоронить верховных правителей. Исследователи утверждают, что строительство христианских храмов на местах языческих святынь – это довольно частая практика. И если бы заклинания друидов действительно убивали, то в средневековье безопасных церквей просто не существовало бы. Если мы проанализируем карту Европы, то большинство древних храмов после своих разрушений явились идеальным фундаментом для строительства новых христианских храмов. Причем это было, по большому счету, не только на территории Европы, но в том числе и на территории России. Дело в том, что даже тот же самый храм Василия Блаженного он точно так же построен на древнем Велесовом капище. Выходит, при выборе места для будущей святыни католики руководствовались лишь возможностью сэкономить на закладке фундамента. Эксперты поясняют, и язычники, и христиане в первую очередь выбирали безопасное место. А скалистый остров Монсен-Мишель идеально подходил для постройки неприступной крепости. Резкий шторм, неожиданные приливы и зыбучие пески – все то, что мистики называют древним проклятием, на самом деле защищало жителей острова от врагов. Там же идут постоянно приливы-отливы, поэтому, собственно, на остров можно попасть в только время отлива. То есть, получается, там открывается дорога, и по ней, собственно, все едут. Местные жители, на острове их 80 человек, сравнивают скорость прилива на Монсен-Мишель со скоростью лошади, скачущей галопом. Правда, по мнению ученых, островитяне сильно преувеличивают. На самом деле вода здесь прибывает со скоростью чуть выше 6 километров в час. Однако и этого достаточно, чтобы превратить берега в смертельную ловушку. Далее в программе. Ядовитая вода. Исследователи считают, что фтор опасен для здоровья. Зачем это вещество добавляют в зубную пасту и питьевую воду? Фтор может воздействовать на центры нервной системы под влиянием фтора. Шишковидная железа как бы усыхает, перестает вырабатывать необходимое количество гормонов. Врата в преисподнюю. Франческо Арсини создал парк монстров в память об умершей жене. Зачем итальянцу понадобились статуи чудовищ и храм бога смерти? Неудивительно, что парк, наполненный столь колоритными персонажами, должен был иметь определенные отсылки к тому свету. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Блогеры-путешественники включили так называемый «Сад чудовищ» – средневековый парк скульптур в Италии в список самых необычных мест Европы. Сад находится в небольшом городке Бомаццо, в 70 километрах от Рима. Его создал Франческо Арсини. Он построил зловещий парк после смерти своей жены, Джулии Форнеза. Считается, что сад посвящен ей. Но почему Франческо увековечил имя супруги статуями жутких чудовищ? И зачем ему понадобились ворота в преисподнюю? Орк – древнеримский бог смерти, повелитель преисподней. По легенде, его голос могли слышать только мертвые. Удивительно, но о Борке почти ничего не известно. Нет ни руин его храмов, ни статуй. Но один человек все-таки вспомнил о нем спустя тысячелетия. Это был Франческо Арсини. Арсини был кондотьером, он был предводителем группы наемников, которая состояла на службе у самых разных господ. И незадолго до того, как он вернулся в Италию, он попал в испанский плен, где пробыл два года, видимо. Это как раз и охладило его подобного рода военным авантюром. Он решил остепениться. Вернувшись в Италию, на месте своего имения Бомацо, в 70 километрах от Рима, он решил построить настоящий родовой замок. Хозяйкой нового дома стала молодая жена Джулия Форнеза. Она была правнучкой другой знаменитой Джулии Форнеза, которая находилась в любовной связи с римским папой Александром. И семейство Форнеза в Италии 16 века было весьма влиятельным. Так что для кондотьера это был выгодный брак. Однако исследователи утверждают, этот неравный брак строился на взаимной любви. Арсини боготворил свою жену. В качестве свадебного подарка любимой он решил создать великолепный сад с фонтанами. В 1560 году Джулия Форнеза погибла из-за несчастного случая на стройке. Арсини обезумел от горя. Он решил сам доделать обещанный жене подарок. Вот только вместо ажурных фонтанов, украшенных нимфами и амурами, здесь появились чудовищные монстры и загадочные сооружения. Разумеется, самое известное произведение, которое можно видеть в этом парке, это так называемые или орко, или орк, или иногда даже говорят дверь или ворота, в преисподнюю, это гигантская голова с открытым ртом, широко выпученными глазами. На входе в грот выбита надпись «Оставь надежду всяк сюда входящий». По легенде, Арсини уединялся в своем храме орка, чтобы общаться с женой. Якобы Франческо верил, что Джулия может говорить с ним только в доме бога смерти. Удивительно, но эта постройка действительно обладает уникальными свойствами. Любое слово, произнесенное внутри грота, эхом разносится по всему парку. Идти туда, путь туда длиннее, чем путь оттуда. Что это разные совершенно пути. Совершенно такая сделанная иллюзия. И символично, что место среди этого парада монстров заняла в конце концов и сама жена. То есть у нее такой храм, в залей. То есть это тоже где-то глубоко символично и закономерно. Арсини посвятил этому парку всю жизнь. Со временем сад монстров, так называли его итальянцы, заполнили статуи жутких чудовищ. Некоторые исследователи считают, Франческо создавал жителей загробного мира, которых его умершая жена якобы описывала во время их бесед. Цербер, трехголовый пес, вполне традиционный персонаж мифов о загробном мире. Неудивительно, что парк, наполненный столь колоритными персонажами, должен был иметь определенные отсылки к тому свету. Кроме Цербера, там представлены ехидна с двумя львами. Но неужели Франческо Арсини на самом деле мог говорить с погибшей женой? Или потеря любимой женщины просто лишила его рассудка? Специалисты предполагают, что создавая свой священный лес, так назвал парк сам Франческо, кондотьер просто хотел вписать свое имя в историю. И это ему вполне удалось. В таком масштабе, в общем-то, вот этот парк, он единственный, сохранившись, и этим он уникален. Скольких вот этих властителей мира нет, о которых уже никто не помнит, но герцога Арсини мы знаем, помним. Здесь тот случай, когда владелец действительно работал как ландшафтный архитектор. Франциско Арсини, он, наверное, отличается от остальных владельцев тем, что он решил учиться, что парк он создавал сам. Арсини умер через 25 лет после жены. Все это время он заботился о своем саде. За века парк сменил сотни владельцев. На какое-то время о нем даже забыли. Былую популярность месту вернул Сальвадор Дали. Он использовал мотивы священного леса в своей картине «Искушение святого Антония». Исследователи признали фтор опасным для здоровья. По мнению ряда специалистов, употребление этого вещества приводит к порче эмали зубов, артритам, артрозам, ломкости костей и выпадению волос. Но если фтор так вреден для здоровья, почему производители зубных паст добавляют его в свою продукцию? Зачем фтором обогащают питьевую воду? Кому выгодно нас травить? Передозировки фтора смертельны. По словам некоторых экспертов, всего 3 грамма сильно фторированной зубной пасты могут убить младенца. Если несколько лет превышать предельную концентрацию фтора в организме человека, то может возникать такое заболевание, как флюороз скелетной системы. А если мы разово принимаем дозу токсичного вещества, превышающую необходимую, то вплоть до летального исхода. Но как такое возможно? Ведь с экранов телевизоров нам постоянно говорят о пользе фтора. Сегодня даже ребенок знает, без фтора и кальция не будет крепких зубов. Так что же это? Лекарство или яд? Бактерии, которые у нас в полости рта находятся. И продукты жизнедеятельности, которые эти бактерии вырабатывают, они оказывают разрушающее воздействие на наши зубы. Что делают фторсодержащие соединения? Они негативно воздействуют на бактерии, тем самым бактерии не выделяют продукты жизнедеятельности и защищают наши зубы. Ученые успокаивают. В малых дозах, такие содержатся в зубных пастах, фтор действительно полезен. Но что случится, если порция фторидов увеличится в несколько раз? Эксперименты, проведенные Гарвардским и Шанхайским университетами в 90-х годах прошлого века, доказали, избыток фтора в организме приводит к снижению интеллекта. Оказалось, это вещество способствует накоплению алюминия в мозге, что может привести к болезни Альцгеймера и другим формам слабоумия. Меняется также обмен веществ в организме, увеличивается количество ожирения, увеличение избыточного веса. И в результате вот всего этого мы получаем достаточно толстых людей с избыточным весом, находящимся в депрессии, с хрупкими костями. Конспирологи заявляют, искусственно перенасыщенную фторидом натрия воду сейчас получают 70% населения США и часть стран Европы. Они уверены, таким способом тайное мировое правительство хочет превратить общество в послушных зомби. В 1954 году в США разразился скандал. Американский химик Чарльз Эллиот Перкинс утверждал, что во время Второй мировой войны нацисты использовали фториды в концлагерях, чтобы понизить конфликтность среди заключенных. Исследователь уверял, что в США делают то же самое. Фтор может воздействовать на центры нервной системы под влиянием фтора. Шишковидная железа как бы усыхает, перестает вырабатывать необходимое количество гормонов. И люди становятся абсолютно, скажем так, овощеподобные, неконфликтные, без критического мышления, с пониженной эмоциональной активностью. Скандал замяли. Конспирологи уверены, это сделали в интересах глобальных корпораций, которым грозили многомиллиардные иски из-за утечек фторида натрия. Это привело к каким-то болезням, так как у них там, если мы говорим про рыбу, то у них там масса тела меньше, если говорим про скот, то сколько они упивают больше воды, соответственно, это приводит также к проблемам вымывания кальция, задержка роста и так далее. В нашей стране содержание фтора в питьевой воде значительно отличается от западных показателей. Менее половины миллиграмма на литр – это низшая граница нормы, установленной Всемирной организацией здравоохранения. В начале 2000-х некоторые исследователи выступали за увеличение дозы фторидов до 1 миллиграмма на литр, как, например, в США. Однако российские ученые посчитали, что подобная мера может привести к передозировке, поэтому активную фторизацию воды в России так и не применили. Разгадка не имеет никакого смысла, если вы не нашли ее сами. Так считал писатель Саммерсет Моэм. Давайте искать истину вместе! С вами был Олег Шишкин, и вы смотрели программу «Загадки человечества». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok